На Тавхату, господа русофобы, погавкался сегодня на фейсбуке с одной московской руснёй. И вот она мне там в споре выдала, что, мол, Армения на этих землях была испокон веков, а Азербайджана вообще никто никогда и не видел. Видимо, его тоже Ленин создал, как и Украину. И даже предложила мне показать Азербайджан хотя бы на одной древней карте. Блин, я такие вещи не люблю, потому что обязательно найдётся какой-нибудь герой, который начнёт кричать, что всё на самом деле не так. Итак, смотрите, мне похер, чему вас там учили в школе, кто из вас какой историк. Я вам просто покажу факты. Торговые карты европейцев и арабов. Мы люди простые, историю учили не по советским контурным картам. Вот вам карта 1100 года с государством Адербайган. Как же так? Но да, это государство развалилось. На карте 1450 года уже присутствует маленькое государство Азербайджан. И присутствует оно совершенно неожиданно там, где сейчас Азербайджан. А вот Армении на Кавказе, как ни прискорбно, совсем не оказалось. Но она нашлась сильно южнее, на территории современных Турции и Сирии. И да, это было относительно крупное государство, которое вело себя довольно агрессивно. Вследствие чего огребла звездюлей, и уже через сотню лет его там не оказалось. А население, которое уцелело, перебралось сильно севернее. И заняло испокон веков своё место, частично стырив его у тогдашней Грузии. А частично у немножко разросшегося Арзерума. На карте 1636 года внезапно Армения отсутствует. Но на самом деле она там есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. А вот Арзерум никуда не девался. И как прежде, совершенно был неожиданно свободен и независим. В 1700 году на карту региона влезли персы и поглотили Арзерум. А армян частично переживали и выплюнули. И те переползли с западней, побросав свои испокон веков территории. И да, Арзерум тут присутствует, как Адербейдзан. И, о боже, Ереван, Нахичеван, Карабах остались в составе Адербейдзана. Карта 1720 года. Армения опустилась вниз, как отбитые почки боксера. И получила в свою испокон веков собственность гору Арарат. Которой до этого, совершенно неожиданно, никогда не владела. И даже не знала, что это такое. А Адербейдзан по-прежнему на своем месте. И вот что же такое получается? Азербайджан, оказывается, сидит на этой территории уже тысячу лет. То увеличиваясь, то уменьшаясь. А Армения мотается по всему востоку, как в проруби. Так и чьи же это территории-то в конце концов? Еще раз повторяю. Выкиньте нахер советские учебники истории. Все зло на планете от них. Все зло на планете от них.